МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вся эта история началась несколько лет назад. Начали на студию приходить письма из Валмирского района от астрономов-любителей. Считалось, что это что-то вроде могильников. Но вот краевед Оэрс Озолин первым разглядел в Вайдовских валунах древнюю обсерваторию. А кто-то увидел в каменных россыпях карту звездного неба. Мы решили, что все это надо проверить. С самого начала честно предупреждаем наш фильм-гипотеза. Мы не отвечаем на вопросы, а задаем их. И Солнце здесь главная точка отсчета. И мы поехали и померили. Мы с Эрмуальдом должны были проверить. Если все то, о чем говорили наши корреспонденты, правда, значит, эти камни должны были быть расположены в каком-то, ну, по крайней мере, геометрически правильном каком-то порядке или каким-то другим принципом должны были руководствоваться люди, которые их поставили в древности. Это все нужно было проверить. Но все выглядело очень хаосом, неправда ли, да? Плошно около 400 камней. На расстоянии примерно 400 метров по диагонали. Огромное пространство, покрытое лесом. Какую информацию содержат в себе камни Вайдовы? Какую функцию выполняли они 5000 лет назад? Именно эту дату их установки назвали специалисты. Мы попытались прибегнуть к помощи аналогий. Каменных скоплений, подобных Вайдовскому, аллей, колец из огромных камней-мегалитов, только в Европе около 150. Один из наиболее изученных находится на юге Англии, на Солсберийской равнине. Стоунхендж, висячие камни. Ему тоже около 5000 лет. Некоторые исследователи считали, что это мегалитическое сооружение создано чуть не для охоты на динозавров. Но три столетия исследований доказали, что взаимное расположение отдельных камней Стоунхенджа определяет направление на точке восходов и заходов Солнца и Луны в дни равноденствий и солнцестояний. То есть это своего рода каменный календарь. Стоунхендж. А что такое Вайдова? На первый взгляд чуть не джунгли, но потому и сохранилось частью камней, несмотря на то, что за 5000 лет здесь прокатились волны не только климатических изменений, но и разрушающие волны варварской деятельности человека. Однако даже уцелевшие камни дают направление на точки солнечных и лунных восходов и заходов в дни смены времен года. Это подтвердил и доцент Рижского политехнического института Янис Клетниекс. Им сделан астрономический математический анализ многих древних каменных сооружений. Мы стали анализировать один из центров, самый крупный центр. Здесь получилось уйма параллельных линий, якобы шестергранник, и на линию захода Солнца в летнее солнцестояние получился веер, линия, которая подходит к этому числу якобы. Когда два центра были соединены вместе и были провожены линии на точке восхода и захода Солнца или в дни солнцестояния, в неравнодяйстве, получилась какая-то геометрическая, достаточно, на наш взгляд, логичная картина. На основании которой можно сделать вывод о том, что это все поставлено действительно эти камни в деревне случайно, и они дают очень много информации. Неподалеку от Вайдовы обнаружено около 30 подобных сооружений. Кому и зачем понадобилось затрачивать такую титаническую энергию? Как могли сориентировать камни пять тысяч лет назад? Ведь Латвия, по мнению специалистов, была покрыта сплошными лесами, и не только Вайдовские камни несут в себе информацию. Каменный круг у Лазденькаунца, раскопанный археологами, и здесь четко прослеживается направление на стороны света. Направление на точки солнечных восходов в дни равноденствий и солнцестояний? А вот направление на заходы солнца в те же даты. Лунные направления, для определения которых нужны многолетние наблюдения. Ведь аналогичные движения Луны повторяются только через каждые 19 лет. Выходит, что и камни Лазденькаунца многофункциональны и содержат в себе обширную информацию. Только нужно уметь ее получить. Среди многих адресов древних каменных сооружений выберем тот, что поближе. Соловецкие острова. И этим сооружениям примерно 5 тысяч лет. Некоторые ученые считали, что эти лабиринты в древности использовались для ловли рыбы. И никто не поднял глаза от Земли к небу и не спросил, почему. Почему все лабиринты строго ориентированы в одном и том же направлении, отражающем движение Солнца и Луны? Почему на сравнительно небольшой территории островов расположено около 40 похожих объектов? Почему? А теперь отправимся на юг. Крымский полуостров. В этих местах тоже много древних камней. Правда, не все сооружения сохранились. Это группа камней с большущей плитой сверху, Дольмен. Напоминает Англию или Францию. Маленький овал из вертикально стоящих камней, Кромлих, уже частично разрушен. Он расположен на местности так, что все астрономические направления от него упираются в вершины или выступы гор. Вот направление на юг. Как его удалось сориентировать все те же 5 тысяч лет назад? Восточный Крым. Длинный ряд камней тоже напоминает Англию. Такое же есть в Дартмуре. А такая аллея во Франции, в Карнаке, словно нам подсказывают, ищите аналогии. Вернемся к Вайдове. То есть фактически оказалось, что все камни, которые находятся на местности, каким-то образом между собой связаны. Нет ни одного камня, который не был бы задействован. И причем линии на восход, заходы Солнца, Луны, группируются и повторяются раз по 20, 30, даже до 40 раз. Это как-то странно казалось и необъяснимо. Здесь мы попробовали объединить разные направления одними и тем же цветами. Одно направление, а один цвет. Получается некая геометрия. Геометрически очень интересно. Если верить легенде, волшебник Мерлин, якобы построивший Стоунхендж, сказал, здесь нет ни одного камня, не наделенного волшебной силой. Какие еще тайны? Какие знания скрывают древние камни? Сравнительно недавно русские исследователи Стоунхенджа, Авинский и Терешин, заинтересовались его геометрией, чего до них никто не делал. И обнаружили, что расположение всех элементов постройки контролируется так называемым лунным углом. Он свой для каждой местности. И построенным с помощью этого угла неправильным пятиугольником, пентаграммой. Поистине не зря алхимики Средневековья считали пентаграмму магической фигурой, а Альбрехт Дюрер на гравюре меланхолия даже изобразил магический кристалл, усеченный ромбоидр, с гранью, очень похожий на пентаграмму. Но геометрия Стоунхенджа скрывает в себе еще одну тайну. Авинский и Терешин сделали смелый вывод. Диаметры концентрических земляных и каменных колец Стоунхенджа моделируют поперечники планет Солнечной системы. Точность до одного процента. Что ж, вновь прибегнем к аналогии со Стоунхенджем. Среди Вайдовских камней колец нет. Но может быть информация зашифрована иначе? И действительно, когда мы мысленно разделили Вайдовские валуны на две группы со своими центрами, и из них начали проводить окружности через выбранные опорные камни, мы тоже, к собственному удивлению, смоделировали соотношение диаметров планет Солнечной системы. Солнечной системы оказывается, она прекрасно вписывается в схему каменного лабиринта с Соловецких островов и контролирует геометрию Лазденькаунса. Лазденькаунс. Выходят, все эти сооружения почти одновременно кем-то созданы на всем земном шаре и как-то связаны между собой. И наши Вайдова, и Соловецкие лабиринты, и мегалиты Европы. Может быть, все это звенья одной гигантской сети древних каменных сооружений, скрывающих в себе важную и разнообразную информацию? Но эта информация не только в каждом из адресованных нам каменных писем, она и в их взаимном расположении на Земле. Это Латвия. Лаздинкаунс, Вайдова, Криевкаунс. Линия от Лаздинкаунса на Вицеймс, расстояние 80 километров, точно направлена на восход Солнца в день летнего солнцестояния. От Криевкаунса до Лаздинкаунса на заход Солнца в день зимнего солнцестояния. Между ними леса и холмы, нет визуальной связи. Соловецкие острова. Огоньки каменной лабиринты. Однако они расположены в четкой системе направлений. Север, юг, запад, восток. Восход Солнца в день летнего солнцестояния. Сегодня повторно создать такую систему на местности немыслимо без аэросъемки. И опять Стоунхенж. Вместе с так называемым круглым могильником неподалеку, они моделируют соотношение диаметров Земли и Луны. Аллея, соединяющая Стоунхенж с другим древним сооружением, Вудхенджем, моделирует расстояние от Земли до Луны. Ровно 30 земных диаметров. А когда исследователи увеличили диаметр Стоунхенжа в 60 раз и построили вокруг него окружность, модель лунной орбиты, оказалось, что вписанная в нее пентаграмма контролирует все памятники древности в окрестностях. Стали последовательно увеличивать диаметр Стоунхенжа в 60 раз. Несколько раз подряд. Результат. Все мегалиты Англии и север Франции контролируются новыми гигантскими пентаграммами. А сам Стоунхенж оказался геометрически связанным с египетскими пирамидами. Случайность? Совпадение? Может быть. Но вспомним место, где стоят пирамиды, Гиза, остатки древнего Мемфиса. Пять тысяч лет назад он был столицей Египта. Название его переводится как «Начало мира». «Начало мира». «Начало мира» вместе с пирамидой Хеопса точкой отсчета, молодые ученые Гончаров, Морозов и Макаров в 70-е годы предложили гипотезу геометрического деления Земли. Земля некий кристалл с решеткой, сформированной природными силовыми полями. Поверхность планеты покрылась геометрически правильной сетью воображаемых треугольников. Их стороны, линии напряжения и разгрузки земной коры, на пересечениях геомагнитные аномалии, залежи полезных ископаемых, а в узлах системы, центрах сторон и центрах самих треугольников очаги древних культур. Один из треугольников связывает Гизу и очаг древней кельтско-иберской культуры. Здесь, на самом северном из британских островов, сохранился еще один мегалитический памятник Калиниш. Для нас интересно, что его широта точно совпадает с широтой Лазденькалца. Еще одна случайность? Все живое на нашей планете связано между собой. Порой нам кажется, что мы уже знаем все или почти все о своей планете. Все живое здесь тяготеет друг к другу. И лишь человек замыкается в своем одиночестве и тем самым прерывает и без того тонкую нить, связывающую его с природой своей планеты Земля. И кто больше теряет от этого? Мы, которым Земля дает жизнь, или она, испытывая на себе боль нашей неблагодарности? Но ведь поколение людей исчезает бесследно, а она всегда остается и выживет без нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok